Здравствуйте, ребята! Меня зовут Владимир Андреевич. И сегодня мы с вами продолжаем учиться делать монтаж видео. Представим, что мы путешественники, и мы с вами будем вести свой видеоблог. Цель из сегодняшнего урока – закрепить знания и навыки, полученные на прошлом уроке, редактировать видео с определенной тематикой. Давайте представим, что вы – начинающий путешественник, и первым делом вы отправились в путешествие по природным красотам Казахстана. Вы решили вести видеоблог, собрали видеоматериалы с первого места, к которому вы отправились. Для добавления интереса к вашему блогу, вам надо сделать монтаж вашего видео. Прежде чем начать записывать видео, надо определить этапы создания собственного видеоролика по определенной тематике. Для этого составим схему-алгоритм создания видеоролика для своего видеоблога. Вначале необходимо выбрать место съемки, или место, куда мы поедем с вами, для того, чтобы вести свой блог. Далее надо написать сценарий для своего видеоролика, который должен состоять из начала, основной части и конца. Потом необходимо снять видео по сценарию, который вы написали ранее. Далее необходимо перенести данные на компьютер с устройства, на которое вы делали съемку, будь то камера, фотоаппарат или телефон. После добавления файлов на компьютер, необходимо добавить исходные видео в программу видеопад. Далее необходимо сделать монтаж видео по ранее написанному сценарию. Добавить эффекты, переходы, обрезать ненужные фрагменты видео. После монтажа необходимо сохранить проект в видеофайл. А теперь давайте посмотрим, как работать в программе видеопад на примере монтажа видео о природе. Добавим видео в программу и удалим ненужный фрагмент видео. Ребята, сейчас мы перейдем к практической работе. После запуска программы необходимо создать новый проект. После создания проекта надо в программу добавить файлы. Нажимаем клавишу «Добавить файл». Ищем файл на своем компьютере. Хорошо создать папку на рабочем столе и загрузить все файлы на рабочий стол. У меня видео «Живая природа». Открываем. Ждем, пока видео загрузится. Как это определить? Здесь есть строка, в которой отображаются кадры из видео. Как только все кадры из видео загрузились в программу до самого конца, видео можно обрабатывать. После этого нам необходимо переместить видео из окна слева в дорожку для редактирования. Теперь мы видим наш видеоролик на дорожке для редактирования. У меня видео состоит из различных фрагментов живой природы. У меня есть тут как о птицах, так и о других животных. Я хочу сделать так, чтобы у меня не было в моем видеоролике момента с лошадьми. Для этого мне необходимо найти, где заканчивается фрагмент с лошадьми. Вот, допустим, вот здесь. И вырезать его. После того, как мы нажимаем «Вырезать», нам необходимо удалить тот фрагмент, который нам не нужен. Нажимаем на него правой кнопкой мыши и нажимаем клавишу «Удалить». После этого нам необходимо передвинуть наш видеоролик в начало видео. Для этого мы перемещаем видео в начало. Если нас устраивает данный результат, нам необходимо сохранить видео. Для этого нам необходимо нажать «Экспортировать видео» в видеофайл. В открывшемся окне дать название «Природа», например. Выбрать место, куда мы хотим сохранить, например, рабочий стол. Имя файла «Природа» нажимаем «Сохранить». Далее нажимаем кнопку «Создать». Откроется окно, в котором нам покажут результат обработки видео. Как только наше видео дойдет до 100%, нам создастся видео. Необходимо будет подождать. Время обработки зависит от того, насколько у вас хороший компьютер. Чем лучше компьютер, тем быстрее обрабатывается видео. Наша обработка завершена. Можно нажать «Показать в папке», и мы увидим наш видеофайл. Можно его запустить и посмотреть. После того, как мы посмотрели, как работает с программой, выполни задание на компьютере, если он у тебя есть, и на прошлом уроке тебе удалось установить программу. Выполни задание. Скачай или сделай съемку видео по темам. Загрузи видео в программу VideoPad. Удали фрагменты, которые вам не нужны, из видеороликов, которые вы скачали. Соедини фрагменты, которые соответствуют одной теме. Например, ты можешь скачать видео о всей природе Казахстана, но выбрать оттуда только отрезки видео, например, с горами, и объединить их в одно видео. Сохранить проект как видеоролик и отправить видео учителю. Если тебе легко удалось выполнить первые четыре задания, то ты можешь добавить в свое видео переходы и эффекты, которые написаны в шестом и седьмом пункте. Далее, в восьмом пункте. Тебе необходимо добавить музыку из папки образцы музыки, которые находятся у тебя на компьютере. Сохрани проект как видео на рабочий стол, дай название в соответствии с темой и отправь видео учителю. Посмотри критерии успеха для этого задания. Если у тебя нет компьютера или ты не смог установить программу, необходимо выполнить письменное задание. Написать сценарий для видео по теме «Природа Казахстана». Обязательно необходимо придерживаться содержания. Первое – это состав видео. Из каких этапов будет состоять видео. Например, вначале идет приветствие зрителей блогов, потом идет общее описание темы видеоролика. После описания темы идет основная часть. После основной части – завершение. Потом надо определить, в каких фрагментах видео будет музыка. На каких фрагментах видео вы хотите сделать особое внимание, выделить научные или интересные факты в видеоролике по вашей теме. Завершение видеоролика, как он будет заканчиваться. Например, стих или выражение по теме. Видео от писателей или собственного сочинения. Посмотри критерии успеха этого задания. После того, как ты выполнил задание, давай поиграем с тобой в лестницу успеха. У тебя есть три ступеньки, которые соответствуют уровню усвоенных знаний и выполненных заданий. Третья ступенька – я все понял и смог выполнить все задания на компьютере или в тетради. Вторая ступенька – я смог выполнить только часть заданий или затруднения. Первая ступенька – я не понял тему и не смог выполнить задание. Отправь учителю номер ступеньки. Итак, давайте подведем итог. Сегодня на уроке. Закрепили знания и навыки, полученные на прошлом уроке. Научились редактировать видео с определенной тематикой. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok